Привет, друзья! Неожиданное видео решила снять. Это будет такой небольшой влог. Так как у нас чудесная погода, мы срочно решили выйти погулять. Потому что здесь это редкость. Пока солнышко, пока тепло, мы пошли погулять. Идем мы, в общем, по плану. Сначала у нас в Альберис. Мы там заберем мой новогодний подарочек. В общем, сначала идем в ВБ. Забираем наши штуки. И идем по пунктам. И потом будем гулять. Короткий, четкий ответ. Сейчас я переключу камеру и буду вам немножко просто показывать Шимановск. Почему-то мне так хотелось вам его показать. Вот, смотрите, какая красота. Это, между прочим, самое высотное здание Шимановска. Аж камера не выдержала. Девятиэтажки. Их тут в ряд... Сколько вам штук? Пять? Шесть. Шесть штук, представляете? Себя. Что за нами, за сега? А на пучку пищу она будет? Ну вот, начинается уже. Может, тогда быстрее отойдем? Мы пойдем участвовать быстрее. А то хоть и тепло, но сега все-таки примерзает. Ну и сейчас передвигаемся по микрорайону номер один. Это, в общем-то, я бы сказала, что это, кроме центра, такая самая центральная улица города Дама. Если не брать в расчет центр, конечно же. А улицы тут нет? Или вот это какая-то улица? А, это Плеханово, точно, правильно. Это улица Плеханово. Здесь, в принципе, это, собственно, такой спокойный пейзаж. Но самое интересное, это вот девятиэтажки. Красные. Мне не всегда нравились детства, потому что они единственные дома в городе, которые с лифтами, и можно было кататься. Теперь много. Теперь много, да, уже слишком много? Кстати, говорила как-то в одном из видео вам про магазин Любимый. Это вот, если там увидите, через дорогу желтое здание. Да, желтое. Белое? А, ну, белое. Вот я бы наврала, если бы меня мама не поправила. Белое здание. Да, ну, мы сейчас чуть поближе подойдем, но я вам покажу. Вот, в общем-то, вот такой вот спокойненький пейзаж. Но погода, правда, классная. Правда, солнечное, и небо такое ясное. Красотища. Да. Ну, в общем-то, пошли гулять, чтобы еще сильнее нагулять новогоднее настроение. Так что, сознавайтесь в комментариях, как вы его себе поднимаете. Мы уже много, да, что сделали в этом настроении. Мы даже нашли целый автобус Дедов Морозов и Снегурочек. Помнишь, да? Да. Как вы? Да. Сколько столько старалась на машине. Суперская. Угу. Пойдем. Сколько сейчас. Поэтому мы подходим... Как это называется, мам? К Рио. К Рио. На Типотерковый центр, да? Да. Типотерковый центр Вио. Через дорогу любимый магазинка. Мы пришли к Рио и пойдем там немножечко внутри погуляем. Или нет? Нет, вообще-то мы идем. Я уже забыла, когда мы идем. Я уже забыла, когда мы идем. Вообще-то мы идем в Альберест. Ну да, пойдем до Альберест, заберем там все. А потом... Может, или мы зайдем, кстати? Или мы зайдем? Люди! Я не могу вообще... Ну, странно, наверное, да, такое видеть. Наверное, вообще непонятно, кто это с какой-то длинной палкой идет. Так. Что, дорогу перейдем, да? Аккуратно. Вот такая панорама. Мама сказала, нужно снять панораму. Пока мы стоим, ждем зеленый светофор. Ой, мне кажется, я сильно быстро веду панораму. Шимоновцы ходят. Так. Бежим. Бежим аккуратненько. Через дорогу. Ну, на улице тепло. Но я уже вся красная. Кстати, возможно, обморожение. Я уже нос тут отмораживала. И лицо полностью отмораживала. В общем. А сейчас вообще иду без шарфа до бровей. Я вообще рискую просто. И рискую. Ну, такая погода. Нет, мы правда солнечно. Здорово. Валберес у нас тут находится очень близко. Это единственный валберес, да, в городе. Да. Получается. Это один пункт, да. Но еще есть озон, что очень хорошо. В общем-то, у людей появилась возможность тоже все это заказывать. Слава богу. По интернету. Это хорошая сложная возможность. Когда нет магазинов больших сетевых, все это везде. Это, конечно, супер. Ну, вот мы уже, собственно, почти подошли. Вот мы и пришли. Я думаю, мы здесь разберем. Тут хоть очень часто плают. Я же попросила заранее туда плачать. Маску надеваем. А у нас это только будет. Стоим и ждем. Мы ждем и стоим. Забрали, в общем. Мы все там так тесно живем. Поэтому я там не снимала. Очень много людей и очень мало местных. Так. Куда мы вверху путь? Мы идем. Светофор. Светофор, кстати. Такой магазин. Днаменитый, можно сказать. Потому что это стало оседко. Тут, кстати, в Шимановске есть. А что мы хотим покупать? Ну, посмотрим. Там посуды красивые. Красивая посудя. Почему бы и нет? Что там сзади? Ёлки красивые. Шимановцы. Я рада, когда видишь в Шимановске. Потому что я их вообще редко. Редко, когда уже дышу. Вопросы будут, я думаю, как всегда. А что же это у меня такое на губах? Ну да, правда, задается вопрос часто. Это помада Мак. Руби-вулк. Самый знаменитый оттенок. В общем, классика. Красный, который подойдет всем. В общем-то, макияж у меня такой вот. Самый простой, самый быстрый. Это когда мне мама говорит. Дочь, а там солнце. Побежали скорее гулять. Я быстро хватаю тушь, консилер. Что-то там себе дикто крашу. И бегу. А чтобы совсем бледно не было, я делаю яркие губы. О, ну небо сегодня шикарное. Небо, оно чистое. Оба, куча, куча, куча. Солнце. Да, солнце. Нельзя ты меня подрала. Ну, я так понимаю, это правда считается тепло. Потому что, в принципе, можно не наматывать на себя кучу одежду, а просто обычная зимняя одежда. Даже шапочка не очень теплая. И чтобы все покинуть. Тут вообще все бывает до художества, да? Потому что город там большой. В принципе, можно и до города дарить. До центра. Если только минут за 20-30. Ну, конечно, по зиме не хочется, если честно. По зиме нет. Не комфортно. А вообще, можно, наверное, туда и безмашину идти. Ну, правда, все очень близко. Классно. Это плюс. Ну, подводим к светофору. Ой. А где? А где? А вот. Светофор. Все. Сейчас туда пойдем. Я думаю, там какие-то должны будут новогодние стучки. Ну, да. Все равно какие-то части тела до подвергнут. Ну, все. Заходим. Я рада, что мы заходим. Погреемся. Давай, мамуля, заходи. Ну, хорошенькие пледики в светофоре. Неплохие. Такая вот симпатичная посуда. Чуть-чуть ее тут разбили. Ой, такие хорошенькие тарелочки. У нас вот такие дома есть. Вот такие маленькие. Ой, хорошие тарелочки. Уютные. Ой, такие кружечки. Сколько они стоят? 76,50. Ой, классные кружки. Да, 76,50. Такой небольшой маленький зимний подарочек. Так и вижу там какао с зефирками. Смотрите, какие кружечки. Имитация эмалированных. На самом деле это керамика. Керамика. Супер вообще. И вот такие мама нашла красивые стаканы. Ну, что за прелесть. Ну, что за прелесть. Ну, красивые. Ой, мама, гляди. Как бриллиант. Вообще, да? Представишь, как на столе красиво. Они еще переливаются как-то. Сколько же они стоят? Это вот набор из двух стаканов 262, да, получается? Да. Здоровски. Они прям разные-разные цвета или нет? Ого, господи. Прям совсем все разные. Ага, здорово. Находки, находки у нас. Такие красивые, красивые баночка. Подцепочие продукты. Хорошая баночка стоит 219 рублей. Ну, конечно, классная. Тоже все переливаются. Ой-ой-ой. Есть. Друзья, мы уже дома. Прогулка была великолепная, но я замерзла. Я решила закончить этот блок распаковочкой. Того, что мы забрали на Вайлберис. К тому же, что эта штука, которая мне очень нравится. Хочу с вами поделиться. Конечно же, артикул оставлю вам внизу под видео. И что это такое? Что это, спросите вы? Что ты нам хочешь показать? Это схема хранения для чемодана. То есть, это такие косметички, набор такой органайзеров, для того, чтобы в чемодане наводить порядок. Я вам вставлю картиночку того, как это на Вайлберис все представлено. И давайте распакуем и посмотрим. В огромном, таком самом большом чехле лежат остальные все штуки. Знаете, очень удобно, что вот тут сетка. То есть, все, что вы здесь будете складывать, вы будете сразу видеть, это ли не чудо. Так, смотрим, что тут у нас есть. Во-первых, есть вот такой мешочек, который затягивается. Если вы смотрели мою огромную косметичку в дорогу, то вы видели, что я там подобный мешок вот такой использовала для всякой косметики, которую я беру с собой в поезд. И именно вот прям в путешествии, допустим, в поезде прям пользуюсь. То есть, мне такой мешок прям, ну, очень необходим. Я складываю в него, там, я не знаю, зубную щетку, зубную пасту, крем, который использую каждый день, там, сыворотку для ресниц. В общем, любые уходовые средства, которые мне нужны, там, гель для умывания и так далее. И просто беру этот мешок, беру полотенце, иду в уборную, да, в поезде, вешаю вот так. Никуда его не ставлю, именно вешаю на крючок с полотенцем. И все, и удобно очень пользуюсь. Поэтому вот именно вот такой формат косметички мне очень необходим в путешествиях. Поэтому я рада, 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 очень рада. Конечно, вы можете каждую эту косметичку использовать по своему усмотрению. Ну, какие-то варианты нам Вайберис, там, на картинках предлагает. Но я, конечно, буду делать все, как мне надо, да. Вот такая есть простая плоская косметичка на замочке. Знаете, что-то пока не сообразила, как ее использовать. Ну, поверьте, соображу, конечно же. Конечно же, подумаю, что мне можно в нее такого положить. Ну, тоже на ум, конечно, приходит косметика, в первую очередь, да. Ну, возможно, какие-то аксессуары для волос, там, или, например, расчесочки. Не знаю. Я подумаю. Когда-нибудь я, ну, возможно, даже очень скоро буду собирать чемодан. И я думаю, я могу вам заснять и показать, что я куда и как сложила. Всего тут, кстати, не сказала, 8 предметов, да. Два мы уже посмотрели. А вот эту косметичку вы видели у меня уже в предыдущем видео. Потому что мы с вами собирали косметику на январь. И вот эта косметичка мне для тех целей, ну, так подошла. Так подошла, что после видео я опять сюда переложу всю свою косметику и буду пользоваться. То есть ее я использую прямо даже не для того, чтобы чемодан собирать, а прямо вот в жизни буду хранить в ней косметику. Здесь еще дополнительный вот такой карман внутренний. И она имеет хорошую ширину. Поэтому для косметики прям, ну, очень компактно, очень все красиво туда ложится. И опять же, вот эта сетка, ну, это очень удобно. Вы сразу видите, что у вас внутри лежит. В общем, посмотрите предыдущее видео. Посмотрите, как мы туда все красивенько упаковали. Следующее, что мы видим, вот такой мешок с замком посередине. Если посмотреть карточку товара этого, то мы увидим, что такой мешок чаще всего используется для обуви. Это удобно, когда у вас, допустим, один башмачок ложится в одну сторону, другой башмачок в другую. И вы вот так вот по центру это все застегиваете. И все, и прекрасно. У меня как раз с собой мои любимые кроссовочки. И я их просто везу в каких-то таких обувных мешках отдельно каждый. А теперь я помещу вот в такой классный пакетик. Следующее, это уже тоже такая прям, ну, вместительная косметичка. Широкая. Высота у нее довольно хорошая. И, ну, тут уже, я думаю, какие-то более крупные предметы. Возможно, даже одежда сюда пойдет. В общем, что угодно, что хотите. Видите, следующий предмет. Я видела, что сюда складывалась одежда, да, какие-то там рубашечки лежали. Но, опять же, да, по вашему усмотрению все это должно происходить. Тоже хорошая высота. И размер этих косметичек как раз совпадает с размером стандартного чемодана. Если их так выстроить, как раз. И тут вот еще есть ручка удобная. То есть тоже можно, допустим, что-то поместить, что вам нужно с собой перемещать непосредственно там в поезде, да. Или на корабле, если вы путешествуете водными путями, да. Ну, а что? Бывает, бывает. В общем, то, что вам необходимо прямо непосредственно в самом путешествии. И вот это вот, когда сетка есть, ну, я прям вообще восхищена. Потому что, ну, сразу же видно полностью всю площадь, что вы туда положили. Ну, здорово. Следующий предмет. Ой, кажется, я перепутала. Да, вот не в этот рубашечке там складывали, а вот в этот. Потому что здесь есть такие держачки, да. Удобные карабины. И вы можете что-то фиксировать ими. Тоже хорошая высота. Две фиксирующие ленты. Вот такие довольно прочные. И тоже боковая ручка. Ну, прекрасно, прелестно, правда же? Ну, и как я уже сказала, такая же, только самая большая. Тоже имеет вот эти фиксирующие ленты с карабинами. Здесь точно, да, лежала такая большая рубашка. То есть для одежды используется. И тоже сверху сетка. И боковая ручка. Ну, здесь она маленькая. Здорово, друзья. Там есть разные цвета. У меня розовый такой приятненький. На Вайфберис указывается, что материал этот водоотталкивающий. И я думаю, он будет очень легко очищаться. Да, кстати, в прошлом видео я же немножечко ухрюкала косметичку сзади. Ну, кстати, очень легко и влажной салфеткой очистила. Вот ни следа и не осталось. Но действительно, это очень классно. Потому что дороги, конечно, можно что-то и запачкать. Можно и не в дороге. Я могу и вообще просто в обычной жизни что-нибудь ухрюкать очень сильно. Поэтому, конечно, хорошо, что очень легко чистится. Качество пошива можете оценить. Да, сейчас поближе покажу. Ниточки торчат, как бы, да. Как бы ниточки торчат. Нормально, я буду с удовольствием пользоваться. Вот такой вот классный наборчик у меня теперь есть. Я буду с огромным удовольствием теперь собирать чемоданы. Все это поперепробую, все посмотрю. Вы же знаете, что я обожаю всякую там организацию, пространство и все такое подобное. Поэтому для меня это вообще плюс еще и отдельный вид медитации. Очень рада, что у меня появилась такая штучка. Если вдруг вам тоже приглянулось, посмотрите на ВБ. Может, они еще там остались. Если вдруг кто подумает, что это реклама. Ну, как бы нет. Посмотрите, сколько у меня подписчиков. И вряд ли даже кто-то вообще сейчас бы что-то будет предлагать рекламировать. Так что просто от души советую вам. Делюсь с тем, что мне нравится. То, что я считаю интересным, удобным, например. Ну, и если кто-то так же, как и я, любит всякую организацию пространства, то говорю, это еще и дополнительный такой способ помедитировать. Вот такой получился у нас видео-влог. Скажу вам, какое будет следующее видео. В следующем видео давайте мы с вами посидим, попьем чайок, да поговорим просто. За чаем, поотвечаю на вопросы. Точнее, знаете, вот я хотела, чтобы это было видео вопрос-ответ. Я просила своих предыдущих видео задавать мне какие-то вопросы. И знаете, получила целый один вопрос. Из одного вопроса сделать целое видео. Как вы понимаете, сложновато, да? Поэтому я просто отвечу на какие-то стандартные вопросы, которые, возможно, будут интересовать новых и новых подписчиков на моем канале. То есть это вроде будет такое видео-знакомство с попиванием чайка. В общем, смотрите, пожалуйста, это следующее видео, когда оно выйдет. Смотрите предыдущие. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите комментарии. Рассказывайте, как у вас дела. И встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok